Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ-код. Ты точно знаешь, кто победит. Здравствуйте, дорогие друзья. Это студия StarLadder. Мы рады приветствовать вас на финальном этапе первой фазы квалификации Европы. А это все БТС под номером 6. Для вас по-прежнему работает друг Бафик. И у нас все продолжается. СНГ-дерби, Вега-сквадрон против команды Фрэнс. Ну, не матч, а подарок для комментаторов и зрителей. Конфетка. Фрэнс только что проиграли свою игру команде Flipside Tactics со счетом 3-1 на финале D2 Champions League. Это неприятно в плане настроя, но они должны понимать, что здесь у них все впереди. Они могут обгорать Вега-сквадрон и попасть во вторую фазу квалификации. И, возможно, в последующем квалифицироваться на Summit под номером 6. И они там были. Многие из этих ребят были в этом доме уже. Да, в доме были. Фрэнс с полным составом. А были ли на БТС Фрэнс тогда? Нет, их просто позвали на StarLadder как победителей квалификации Virtus.pro. Но вроде как Virtus.pro тогда раздалились. Давайте пик-пик-пик нам. Пик-пик. Поехали. Команды Вега-сквадрон банят Мирану, банят Сэнкинга, банят Фрэнс, в свою очередь Дроу Рейнджер и Аутволды Варера. Ну и по пику вы видите, как обстоят дела. Elder Titan, Oracle, Omni Knight, Faceless Void. К слову, это было три матча, не было пять, чтобы вы все понимали. Потому что у нас вообще финал как бы самой квалификации Best of 5. Но это первая фаза, здесь Best of 3 еще. То есть вот у нас финал уже общей квалификации будет в Best of 5 формате. Да, до финала еще ого-го сколько. Да, да. Еще несколько дней. Но это много. При расчете на секунду это очень много. Elder Titan плюс Faceless Void. Я помню, что время это твое. Да, я Хранитель Времени. Хранитель Времени. Как Faceless Void, кстати. Мастер Чумачечий. Тебе нельзя использовать это слово. Ну мне закинули, я должен использовать его был. Ни разу не сказал это слово, мне его закинули. Ачивка просто была какая-то. Конечно. Да. Elder Titan плюс Faceless Void в одной комбинации. В общем-то очень хорошая драка для команды Vega Squadron уже намечается. Вот, может быть, будут добирать туда дэмэдж в купол Vega Squadron. Может быть, пойдут немного по другому пути. Но уже у коллектива Vega хорошая инициация имеется. Есть, правда, Oracle и Умни Найт. Вот ребята, которые против магических всяких штук. Ну это не глядя бан Хускара, вообще не глядя. Просто вот без вариантов. Ты банишь Хускара в этой ситуации, если ты в месте Vega Squadron находишься. Я не вижу, скажем так, даже теорию не вижу, как бы там не забанить против такого Хускара. Ну тут просто раздолье. Что хочешь, что и делай, как говорится. Сейчас я хочу просто зайти на Dota Buff и посмотреть информацию по команде Friends. Они играют тоже своеобразными очень героями. Часто Пуджа используют. Вот чем-то похож, наверное, их стиль на команду Fantastic Five, которая только что буквально обыграла Vega Squadron. Поэтому этот матч может быть тоже по похожему сценарию. Не хотелось бы, конечно, заранее забегать наперед. Но вот умеет удивлять команда Friends. Тоже умеет удивлять. А банят Бэтрайдера Vega Squadron. Очень долго, кстати, думали об этом бане. Я думаю, порядок, наверное, героев разбирали. Кого мы будем банить сейчас, кто чем откроется, кто как покажет. Так, Vega Squadron. В принципе, пикер у них очень опытный. Ну и инвокер отлетает в баню от команды Friends. Сейчас посмотрим, насколько верна была твоя теория касательно стопроцентного бана Хускара. И опять же, будет ли забор Хускара от команды Friends. Тут тоже такое дело. Мы в прошлой игре... Кого мы там видели? Ну, много кого видели, кто реально заходил бы. Мы аргументированно это объясняли. Но команды выбирали похожих на других героев. Ну, браво, просто браво. Идеально. Хускар отлетает на четвертый банк. Команда Vega Squadron. Для него и правда здесь... Да нет, ну это просто... Много, очень много. Было бы слишком рисково. Ты можешь, конечно, попробовать как-то контрпикнуть, около этого сыграть. Но зачем, собственно... Надо контрпикать сразу трех героев. У тебя просто не хватит пула. Если бы 10 на 10 игра, смело. Но когда 5 на 5 немножечко. Трудновато. Тесно. Тесно пикеру. Разгуливаться здесь. Ну вот, для статистики. Oracle 11 игр за последний месяц. У команды Friends на Oracle и WinRate 45%. То есть чуть больше они проиграли, чем выиграли. Надо что-то у демона забирать, кстати. Фрэнс, извини, перебью тебя. Да-да-да, отличная идея, может быть. У Пуджа у них 75% WinRate. 4 игры за последний месяц. И вот если брать Омни Найта, 3 игры, 2 победы. Пока вот до этого момента. Было по официальной статистике, которую я достал до бафа сейчас. Ну и Vega Squadron. Что будут добирать? Кого ты озвучивал нам? Ты озвучивал Шадоу Демона. Надо брать Шадоу Демона, не отдавать его команде Фрэнс. Да и просто себе забрать. Вряд ли Фрэнс заберутся Шадоу Демона, но забирать реально можно, если есть такое желание. С другой стороны, под Войда, под комбинацию, может быть и интереснее герои. Ой, как просто все. Ну просто понимаешь, Шадоу Демона, он в принципе хорош иногда против Омни Найта. Им надо в купол. Все очень просто. Им надо в купол дэмэдж. Им надо рейнджевой. Керри, герой и Шадоу Демона. Он тут хорош чем? Он сбивает, во-первых, Демоник Пурджем. Все вот эти вот возможные вещи по типу ультимейта Омника, по типу Рэппела. То есть и ГАА сбивает и Рэппел. И будет четвертый пик. И будет четвертый пик, который будет рейнджевой керри, который будет пустить. Да, 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 я об этом тоже. Это тоже очень важная вещь. Как раз таки в купол. Через него играет Вега Сквадрон. Но будет план Б в вопросе пуша. Шадоу Демон из европейской меты никуда не денется, мне кажется, до какого-то глобального патча. Потому что слишком уж этот герой хорош. Умни Найт. Кор позиция или нет? Тут такой вопрос. Умни Найт в харде. Это Умни Найт на позиции четвертого номера. Мне почему-то кажется, что надо отдавать кор позицию этому герою и добирать для Ноуфира. Даже, 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 даже очень хорошо, мне кажется, смотрится его Эрспирит сигнатурный. Можно кирпич какой-то в купол забросить. Где-то отстанет все того же Вайда и купол, в принципе, переживать. Я смотрю по винрейту. Очень популярная Нага, которая не в бане у команды Фрэнс. И она заходит против Фейслес Войда. Мы уже не единожды это видели. Поэтому Нага была бы весьма логичным пиком. Тем более забирать ее вега с квадрон могут. И поэтому сам берут Нагу. Господи Иисусе, как же просто все. Сухая статистика и немножечко сообразительности. Да, на самом деле просто сухая статистика. Сообразительности в смысле прочитать ее. Озвучить. Слух ее озвучить. Постичь основы чтения. Язык. Да, да, да. Вот элементарные вещи. Символы эти какие-то. Надо понять. Ну что, Террор Блейд. Еще цифры не мешало бы, конечно. И время. Террор Блейд, наверное, для команды Вега Сквадрон. Ну не знаю, насколько Террор Блейд будет здесь безопасным в плане конкретной игры. Нага может покатать. Берут пока пака. Сайленсер был бы интересным выбором от Вега Сквадрон. Потому что зачастую мы видим, как контрят контру, скажем так. То есть Вой ставит хроносферу, моментально ввязывается глобал сайленс. И Нага не может, например, использовать сон, чтобы законтрить хроносферу Войда. Такое мы часто видели. Но опять же, брать сайленсера в мид, это весьма опасно. Брать сайленсера в кэри позицию тоже опасная штука. Берут еще и антимага. Вообще подозреваю, что Нага будет саппортом в этой игре. Ну четвертый номер, да, умникор. Или же, например, мид. Но тогда очень много фарма... Нет, нет, нет. Я не думаю, что Нага будет здесь в корпозиции. Потому что антимаг будет фармить очень много. Он будет сплитпушить, и Нага будет много воровать у него в таком случае. И он будет у Наги воровать. Им просто не хватит фарма на двоих, чтобы очень быстро вывести артефакты. Поэтому моя ставка на то, что Нага Силена здесь будет четвертой позиции. Ей надо гвардиан грифт собрать все. И на этом ее работа закончится. Магнус от команды Вега Сквадрон. В харду неплохо заходила бы антимаг. Увеличил бы свой фарм силу. Скорее в мид. Тут мид героя остается в команде Фрэнс. А, да-да-да. Мид-мид. Причем они могут отправить, например, даблу Омни Найт плюс Нага в сложную. Это очень хорошая дабла. И поставить Оракла антимага в легкой линии. Тоже неплохо. В общем, мне пока нравится пику команды Фрэнс. Это в их стиле. Это реально вот про них. И сейчас будет бан от Фрэнс пятый. Убирают Луну. Все-таки ее чуточку опасаются. Не критично, но могла бы реально зайти. Но Террор Блейд остается. С другой стороны, не знаю, насколько он будет здесь эффективен. Можно сейчас взять мид героя, который в теории тоже бы неплохо работал. Как тебе вариант с Тимбером в этой ситуации? Насколько он здесь был бы эффективен? Мне кажется, не идеально далеко. Потому что конкретно направление Тимбера здесь я не вижу. Для чего он нужен? Я бы подумал, наверное, о каком-то Шторм Спирите даже. Для команды Фрэнс. Ну, не знаю. Шторм боится обычно Пака. Зачастую, когда он там по Сайленс попадает, все возможные. Да, он не боится ультимейта. Но вот если будет даггер у Пака, инициация с Сайленсом очень часто плохо работает по Шторму. Плюс Войт, Хроносфера тоже опасная штука. Тини берут. Вот. Замечательно. Мне очень нравится то, что взяли Тини. Почему? Потому что это активный персонаж, который прибавит в начале боевой мощи команде Фрэнс. И будет создавать постоянное пространство для антимага. Такой не самый часто пикаемый герой, но очень опасный. И Андершокт на нем играет. Это самое главное. Да, и Вега Сквадрон. Ну, для меня по-прежнему остается открытым вопрос. Террор Блейд это или нет. Потому что, в общем-то, по Шадоу Демона нужен герой. Сам по себе. Морф. Морф. Морф, морф, морф. Антимаг против морфа. Тяжелая артиллерия. Да, но... Сдается мне, что конкретно в этой ситуации Веге нужно уповать на то, что они попытаются не дать раскачаться всем героям команды Фрэнс. Потому что, если мы говорим о лейтгейме, сдается мне, что пику Фрэнс сильнее. Просто вот если посмотреть на персонажей, как они комбинируются, как они контрят вражеских героев, мне сдается, что вот в этом плане у Фрэнс могут быть преимущества. Вега Сквадрон. Их цель в этой ситуации просто наварить себе намного больше на старте этой игры, захватить преимущество и попытаться на эффекте снежного кома выиграть. То есть попытаться задавить, и очень быстро получится или нет, узнаем совсем скоро. В любом случае, интересный пик. Есть и на Элигейм задел у команды Вега Сквадрон и коллектива Фрэнс тоже. И глубочайший лейт, он тоже будет у нас явно красочным. Вообще ничего не красочного от СНГ Дерби мы и не ожидаем. У нас сегодня прекрасный день. Команда Фрэнс, команда Вега, коллектив, покинувший нас, Фантастик Файв, которые не дошли до финала первой фазы квалификации, к сожалению. Но, тем не менее, показали ребят достойную игру. Спасибо им за это. Но здесь триумфаторы своих полуфинальных матчей. Команда Фрэнс против команды Вега Сквадрон играют за слот на основные квалы, где их уже ждет команда Ликвид, Адфином и коллектив Виртуус Про. Ну и начнем с команды Фрэнс. Пожалуй, Афтерлайв сыграет на Омни Найте. Андершок, Тинни, Йоку, Антимаг, Олвис, Вонафлай, Оракол и Науфир на Нага Сирене. Коллектив Вега Сквадрон. ФНГ забирает себе Элдер Тайтона. Сема Зе Слеер будет играть. Наша Ду Демони Айсберг отыграет на паке. ФН берет морфлинга и маг забирает себе Фейс Несс Вайда. У нас, кстати, была попытка убить Омни Найта, судя по всему, помещение Семы, хотя он просто шел ставить вард. Немного не успели тут тиммейт, и если бы подтянулись, можно попробовать было Омника убить. Нелегкая, конечно, была цель и задача, сложно выполнимая, но... А там, кстати, там Вайда гоняют. Ну, это так. Это так себе все, знаешь. Кстати, мы видели уже этот сет на Антимага, но реально очень прикольно выглядит. Мне очень нравится. Да, интересно, интересно. Один из немногих артефактов сетов за последнее время, который мне очень прям нравится. А Варлок тебя не впечатлил, вот этот убер-рарный? Ну, не сказал бы. Я видел... Там, я так понимаю, металлический голем, да, какой-то? Да-да-да, там вот то, что голем меняется, это прикольно, но... Не знаю. Не знаю. Мне просто этот герой не очень нравится, вот поэтому, наверное, такая реакция. Пожалуй, пожалуй. Я просто неадекватный. Пожалуй, пожалуй. В общем, не знаю. Андершок нормально настреливает. Уже два позина на него набрасывается музей слэйер, кстати. Андершока можно здесь попробовать забрать. На нем уже есть три заряда. Правда, потеряли Elder Titan. Четвертый. Прыгает пак. Сейчас Андершока лопнут. Пятый заряд по Андершоку. Лопается Тинни. Кирпичи разлетелись в разные стороны. Еще и по Науфиру заливали сзади. Вот это, я понимаю, игра. Мы смотрели с тобой вот этот вот непонятный док вначале. Это не конец, есть Эльзори Арба. Айсберг уйдет, наверное, отсюда. Сумасшествие сразу со старта этой игры. И это радует. Потому что вот буквально предыдущие три игры в формате, ну, формат Best of 3 был. Мы смотрели только что Vega против Fantastic Five. И все три игры были очень пассивные со старта. Ну, третья более-менее еще активная была. А потом пауза на 12-13 минут. Вообще ни одного килограмма. А сейчас просто сходу месива нам команды показывают сразу же Рубилова. И это радует. То есть, наконец-то, и мы тут получим свою порцию СНГ-дотки веселой. Да, Андершок отправился в таверну. Не очень приятно для него. Но, с другой стороны, мало что он пропустил. Он там и где-то поэкспелся. Все-таки ФБ, по-моему, был у команды Фрэнс. Но, в целом, хорошо. Я с тобой согласен, что размены были. Это уже радует. Харда, как мы и предполагали, Afterlife плюс NoFear отправляется в сложную линию. Нага будет разминать Шаду Демона. А Шаду Демон Нагу. Шаду Демон Нагу, да. И Умни Найт будет у нас там точковаться с ФНом. ФН уже показал на прошлой карте феноменальнейшую игру на Морфлинге. Это всем на заметку, как надо играть. Потрясающий фарм. Крутейшее исполнение. Очень ранний Этериал Блейд. И огромное количество фрагов было от данного игрока. И здесь ждем, по крайней мере, не меньше. Ну и в харде Вайда гоняет. Йоку здесь комфортно себя чувствует. 7 на 1. Войд пока не отстает от него. 7 на 0. Войда вообще шоколадная. Сложная линия. Да, но его прогонят рано или поздно оттуда, я думаю. Все-таки маг тут не вечен. Мана уходит. Антимаг, естественно, играет с манобрейком. И уже неприятно. Очень мало маны остается у Войда. Тут у нас на топе. Автерлайф. Еще удар нужно сделать ему по Титану. Титан все еще живет. И не хватает уже этого удара, потому что действовал Танго. Но и второй удар делает Автерлайф. Есть хилл. Пока живет. Но ФН добивает. Неприятно. То, что, конечно, убил. Молодец. Чемпион. Орел. Но вот то, что погибает от вражеского кэрри, это неприятненько. Да, накормили немножко ФНа. И еще раз возвращаясь к тому, что мы видели на прошлой карте. Нельзя кормить ФНа. ФН хорошим. ФН на Морфе. Это не хуже, чем Резолюшн на Морфе, которого мы тоже на Весге недавно наблюдали. Который вообще не прощал. ФН тоже прекрасный исполнитель. Я думаю, все больше и больше позиций со временем он будет набирать в СНГ Доте. И ценить его начнут выше, чем даже, наверное, старичков СНГ-сцены. Там много царя отвалилось от крипов. Это тоже внимание даже не обращаю, если честно. Да, я тоже смотрю. Там вроде никому фрак не дали. До свидания. То же самое делаешь, что до тема. Кайф. На самом-то деле, друзья, действительно не хватает вот этой колонки с суицидами. Сколько кто-то наумирал там. Она не помешала бы. А куда ее деть-то? Куда ее поставить? Да куда-нибудь. Ну а чем тебе вот здесь она мешать будет? Еще одну там добавить? Или там накрест поставить динай, например, внизу маленькая в углу. Андершок пытался прохарасить пака, но Айсбек вовремя использует фейсшифт. И очень много урона он избежал. Ну и на верхней линии, возможно, драку мы увидим в скором времени. Конечно, неприятно. Дабла работает для Веги. Ну и Вега не серчает. Они стараются делать свое дело. Там Йоку, я смотрю, хорошо так оторвался по крип-стату от Марфа. На 7 крипов уже опережает. Марфа за 4 минуты это хороший показатель. Но я на Мьёку комфортную линию для себя выбрал. Оракл не подпускает близко мага. Маг без маны, поэтому не может размениваться по хелспоинтам. Но в реалиях он не опережает, потому что не будем забывать про этот килл морфинга, за который он получил 333 золота. То есть он даже, наверное, гоняет. Нет? Нет. Ну, близко, ровно, ровно должно идти. Господи, мы можем на Творс посмотреть. Это же элементарно. Я же нажал, нажал. Там не так и близко, как я думал, поэтому сразу переключил, чтобы не позориться. Вот такой вот я. Меня это никогда не останавливало. Да, FNG. Пытается подступить автолайфа. И автолайфу могут даже здесь забрать, хотя он живет. Все еще живет. Лоу-хиповый FNG. No Fear нарезает по спине Элдер Тайтона. По-моему, Тайтон приплыл. No Fear. Немножечко там споткнулась нага. Сама себе на хвост наступила. Да, да, конечно, Артем, конечно. Телепорт. Так это и делается. Я придумал телепорт. Ну, других вариантов не было. Нага, конечно, догоняла Элдер Тайтона. Либо попробовать в таком наблефе сыграть. Ну, это был риск. Это был риск, но не прошло и не надо. Бывает. Такое случается. То есть идти тоже не вариант, потому что Нага быстрый персонаж. Посмотри, у Наги было 320. Не было, по-моему... Или был в Эндлэйс, да? Был, был, был. Слушай, так это, в принципе, можно было пытаться и бежать, наверное. А сколько у Титана? 335. Ну, ладно, ладно. Принял такое решение и принял. Ничего страшного в этом нет совершенно. Причем оно могло выгореть? Наверное. Поздно уже. Поздно об этом говорить. Да. Да, 38 на 17. Тем временем у Антимага 39. Даже он уже на 13 крипов обгоняет Марфа. То есть у Антимага вообще фрифарм. Мы видим, Войт без маны неудачно отстоял линию. Вынужден уходить и регениться под фонтан. Но это дает... Это все больше и больше развязывает руки Антимагу. Йоку тоже очень сильный исполнитель. И в руках у него прекрасный лейт-персонаж. То есть он Марфа может потом где-то и подрасковырять, если вдруг побыстрее разгонится. Олвису на флай приезжает. Ульта! Йоку разваливает Пака! Оракла, конечно, потеряли, но миди разжигает на Пака всего. А он успеет улететь. Тут нечем сбивать. Уже был использован ультимейт Йоку. Единственное верное решение было сделать и паут. Хорошо, что сообразили. На этот раз совершенно верно. Тут даже не придется. Надо было за дерево только стать. Но если бежал бы до дерева, остался бы без маны, никуда не улетел бы. Но Пака разменять на Оракла. И это все в плюс команды Фрэнс. Да, безусловно. Посмотри, сколько зарабатывает Антимага. Он должен отрываться вперед потихоньку. Он опережает Морфа уже на 17 крипов. И Антимаг начнет свою раскачку с Баттлфьюри. Не с Линкей, которая не особо помогает фармить. Антимага будет Баттлфьюри и темп гораздо выше будет. К моменту, когда Морф сможет пачками выносить крипов. Антимаг уже будет с Монтастайном, со всем этим добром. Это правда. Тут я согласен. ФН. А вам что? Что? А ты, да, ты обсервишь, ты видел это. Нет, ну, давай уйдем из этой линии. Просто давай другую линию посмотрим. Немножечко завис просто, чуть-чуть. До сих пор вот роты как приоткрыл, так он и остается приоткрытым. А что с ХП, мне интересно, у Морфа сколько? Ну и то, что ты 360 поиграл в перекачечку. Так он так и будет играть, да? Я так понимаю. Мне показалось, там ключик нашли ко всему этому добру. Иди сюда, родной. Все, ФН понял, игры закончились. Нашли разгадку. Может, он просто не смотрел на него, думает, о, 360 КП, давайте убьем. Ну, давайте. Андершок попавил в Титана, проказ дает, но получает ультимейт от пака. Андершок теперь сам уже может погибнуть. 4 секунды до Арба остается. Айсберг попытается ли добить? Есть. Шадоу Демон на поддержку. Дисрапшн был использован. Андершок никуда не должен уходить. Ну, почему так долго тянул Айсберг с использованием Люза и Арба? Ай-яй-яй-яй-яй. Вега не добивает. Ну, и приходит Омни Найт, помогает своему партнеру. Здорово. Здорово. Фрэнс тоже отыгрывают. Динвизи Флай, кстати. Тут навязать, конечно, драку-паку вряд ли получится. Но вот кого-то другого найти. Например, Марфа еще раз найти. У которого больше ХП, но не так уж и много. И снова через скилл какой-нибудь интересный забрать. Слушай, может, правда в прошлой игре ФН так хорошо и фармил, и так классно себя чувствовал, потому что у него куча демеджа. Куча демеджа, да, его оставили в соло. Он перекачался полностью в агилите. Смотрим. Смотрим. Смотрите, это хуй вообще. Остановитесь. Прекрати Морфу. Просто красота. Ну, как же Фрэнс это делать? Я представляю, как они там угорают. Нет, но сейчас-то, в принципе... В этом поводу. Нет, сейчас-то, на самом деле, ничего не сказать Марфу. Почему? Потому что он просто... Хотя, он же знал. Смотри, тут-то был вард. Может, информацию... И это понятно все. Не ожидал. Это все понятно. Он просто хочет фармить, и это жадность. Она... Тот случай, когда жадность губит Марфа. Вот в этой ситуации, правда, сложно на него наехать, потому что... Ну, он не ожидал банально здесь увидеть Оракла. Он просто умирает, понимаешь? Он умирает в который раз уже. Он понимает, что так с ним будут действовать. Я тебя прекрасно понимаю, Дим. Я думаю, и ФН не хуже нас-то понимает. Хармносфера по Йоку подходит. Титан. Сон от Наги. Элементарно это все нивелируется. И сон от Наги, да. Вот то, что и нужно было. Какой же грамотный пик-то от команды Фрэнс. Да, круто. Действительно круто. Вроде как нашли ключ к нему. Я смотрю, тот момент как раз... Да, круто. Действительно круто. Бедный ФН. Чтобы вы понимали, просто друг зашел прямо в твич, посмотрит момент еще раз и показал его. Да, да, да. У нас же дилей двухминутный, поэтому я показываю. Пока была хроносфера, мы смотрели повтор. Так, у нас, не знаю, убивает еще раз. Гибает Муморф. Хороший разгон для команды Фрэнс. Уже это не вызывает улыбки. Как минимум у фанатов команды Вега Сквадрон. Все пошло не очень хорошо. Тинни находит Шедоу Демона, убивает его. Вот так, надо сфокусироваться, потому что у нас экшен постоянный на карте. Этот момент немного нас обескуражил. Но не будем забывать и по происходящее на карте. Но реально, это продолжается. И вот на этот раз у Морфа было 620 хитпоинтов. Видно, просадил перед тем, как убивать его умни-найт. И получилось убить. Да, но в целом у Морфа уже много смертей на этой минуте. Внутри, да? Внутри, да. Поэтому и ГПМ будет страдать сильно, и по левелу где-то будет проседать. Но Антимаг громаднейший перифарма имеет. Он обгоняет на 2500 Морфлинга. И Йоку, я так понимаю, уже с Battle Fury, скорее всего, да? Там Курьер летит к Антимагу и, судя по таймингам, должен уже нести БФ. Сема мертвый. Еще и один фраг для Антимага. У него 580 голды сверху. И Курьер, Курьер, Курьерчик. Что принесешь? Я не представляю, что происходит с командой Vega Squadron. Это другой коллектив. Мы не эту команду смотрели в предыдущей игре. Вообще не эту. То есть вот просто все не так. Не получается. Все идет не своим чередом. Все идет по тиктоку команды Friends. Сумасшествие какое-то в этой игре происходит. Уже мы тут насмеялись и наплакались. Чего мы только не делали. Ну и сейчас немного вроде успокоились. Парни, надолго ли? Антимаг, конечно, вот сейчас добивает крипов и получает Баттлфьюри. И это очень хороший тайминг. По-другому не скажешь. 2 кила у него, лучший нетворс на карте. Получить Баттлфьюри на 12.30 это замечательно. Вообще за 11 минут 90 с лишним крипов. Это прекрасный показатель. То есть он идеально отстоял свой лайн. Он не дал войду особо разогнаться здесь. И ФНа снова ловят. Снова через пьюрификейшн от Афтолайфа. Сетка будет ли по ФНу? Да, ФНа не отпускает. У него нет маны, чтобы уйти отсюда на вейформ. И перекачка сейчас тоже закончится. Продолжение от Афтолайфа. ФН перекачался во все, что у него было. 300 хп у него. Маг пытается подсейвить. Опасно. Зашел на уфир. Но уфира будет слип через 2 секунды. Слип можно использовать и улетать. Подходит тиммейт. И даже слип не нужен. Потому что хилл есть. Это минус морф. Еще раз. А теперь слип. И тп от Афтолайфа. Он здесь не нужен. Но уфир тоже улетает. Замечательно. Просто шикарно. Да, здорово. Фрэнс, правда, здорово себя чувствует. Они поймали темп. Они чувствуют слабые стороны. Команды Вега Сквадрон. Морф, который не получает фарма и левела. Это, по сути, ну, это та же жидкость. Она даже не сублимирована. Она не может дамажить. Это просто лужа будет, а не герой на карте. Антимакова будет стирать с таким-то перефармом. Антимак более чем в два раза перефармил Морфа. Более чем в два раза. На 12-й минуте. Да, поиздевались, конечно, над морфингом в этой игре. Фрэн это очень эмоциональный игрок. И будет очень плохо, если он по этому поводу сильно расстроится. Горящая вода, да? Понимаешь? Не часто такое увидишь. Суть в том, что эта игра не закончена. Здесь можно бороться. Здесь можно стараться. Есть неплохие персонажи. Есть всегда варианты камбэка. Да, неприятно. Да, играть против Тини и Антимага уже будет очень сложно. Ну, против Антимага, наверное, в частности. Потому что такой фарм, конечно, нереально будет побороть. Айсберг приехал. Ну, пока вроде нет. Есть ультимейт. Айсберг все еще жив. Стомп не попадает ни по кому. Ну, вот Титаном он просто помогал. Зонил немного. Поком ходит. Чувствовал пак что-то неприятное, когда он подошел к крипам. И с плэшом ему половину столба вырезал Антимага. Не прикасаясь к нему. Он просто фармил лес себе спокойно. Ну, Антимага огромный дэмэдж имеет сейчас. Выливая покрыточка от команды, Гасклодорн что-то изменить в этой игре. И, возможно, это будет первая удачная какая-то вылазка от них. Флай без маны на нижней линии. Если его подбивать, то погибнет без вариантов. Но хотят больше. Хотят найти Антимага. Но Йоку уже перемещается в сторону верха. Вижу к своим тиммейтам. Йоку больше фармить даже. Тянет его. Он на секрет шоп перемещается. Спот этот вырезать. У него Владмир на подходе остается. Немного, немало. 300 голды. Сканы использовали. Знают, где флай. И одни и другие. И флай знает, где ребята. Сейчас Томп точно знает, где остальные все. Тепау делает флай. Великолепно. Просто великолепно флай. Я не знаю. Фрэнс прям действительно меня подкупают игрой своей. Видно, насколько удачно все складывается для них. И насколько хорошо они исполняют на своих героях. Фрэнс, правда, умницы. Да, вот ключевое на своих героях. То есть вот они берут то, чем они умеют реально играть. И Тинни тут находит. У нас Титан. Насдаггера вырывается. Минус Титан. Маг пришел. Хроносферу пока не использует. Да и зачем? С другой стороны. Возможно, найти не придется как-то поставить. Но пока сейв идет. Тем более Нага есть. Слипа, правда, нет. Я думаю, тайминги какие-то. А там антимаг, кстати. С хайграунда сейчас антимаг зайдет. Посмотри на него. Он уже... Ай-ай-ай-ай, Йоку. Жадность. Извините. Он стоял. Он стоял, смотрел. Говорит, что там у вас... Ладно, окей. Разбирайтесь сами пока, давайте. Я наблюдал за Вайдом, который пытался поставить хроносферу. И было видно, что если не в двоих, если не в Нагу и не в Омника сразу, то он не будет ставить хрону. Он то на одного, то на другую. То на другую, то на одного. И в итоге вообще не дал хроносферу. Чуть не отъехал от Тинника. Ну, причем у Наги был кулдаун. 19 секунд еще. Ну, это надо тайминги эти соблюдать, в принципе. То есть считать. Я не думаю, что на этом этапе особо считает Вега. Им вообще, им сейчас просто смерти морфлинга считать надо. И больше об арифметике задумать. Ну, пока так получается. О забыточной, да. Пока так получается. Очень обидно, конечно. Это и на будущее. Мы понимаем, что не закрываешь Нагу в купол, купол в никуда. Не закрываешь Омника, ты тоже, по сути, в купол ничего особо не сделаешь. Что же такое происходит-то? Титан. ФНГ подставился. Антимаг его убивает при помощи Наги, которая дала сеточку. СНР тоже хорошее орудие. Безусловно. Ну и Андершок на пути находится к Эхо Сабле. Слушай, Эхо Сабле, Эхо Сабле, но был бы неплохой еще вариант даже с Айленсом. ГГ. Да, да, ребята решили пересмотреть. Круто. Это правильно. Причем там кто-то, по-моему, вылетел сразу. Ну, мы не посмотрим, да, наверное, кто первый вышел из игры. Ну, первый вышел ФН. Нет, нет, там после, до него еще вышло два героя. Ты уверен? Да, да, там три уже на момент, когда ФНа показали, это было уже три лива. Значит, решили, что все, что нет шансов. Вот так вот внезапно, даже неожиданно где-то. Ну, а с другой стороны, с таким антимагом и с таким пиком, в принципе, наверное, бодаться уже было сверхсложно. Это правильно. У меня лично это вызывает уважение. То, что ребята написали ГГ, сдались в этой карте и ушли. Ну, не знаю. Тут, смотря как посмотреть на ситуацию. Каждому свое. Можно 50 минут, понимаешь, вариться в этом котле с нечистотами и в итоге слить карту. И в такой диземорали начать вторую карту, что ты просто, ну, не вы, пересориться 500 раз. Ну, опять же, Дим, Дим, им виднее. Если они так поступили, значит, они знают, что делают. Будем надеяться на то, что для них это поражение станет таким очень сильным и душем. Ice Bucket Challenge приняли на себя. Да, да, да. Очень-очень сильным холодным душем. Оно так и есть. Они проигрывают команде Friends. Причем, мне кажется, даже Friends сами не поняли, насколько это быстро и легко произошло. Вот эти нелепые смерти морфинга, фрифарм, антимага. Сумасшествие просто. Да, Friends хорошо отыграли. И на всех позициях мы отмечали. Забрали своих героев, сыграли великолепно, контрпикнули. Ну, и есть, конечно, ошибка FN. Сложно. Да, кстати, друзья, не забывайте на наших экранах, кто для вас работает, друг Бафик. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. А ведь FN, когда умирал два раза подряд по одной и той же схеме, должен был понять, что как-то плоховато все это идет. И команда будет, скорее всего, в эту болевую точку бить. И когда FN после первой же смерти перелетел с таким же количеством хитпоинтов на лайн и чуть было не отъехал со старта, проблемы были. Но я не думаю, что команда будет сильно давить на FN по этому вопросу. Флеймить здесь не имеет смысла. Карту проигрывают. И не только из-за таких нелепых ошибок. Все, друзья, давайте, да, небольшая пауза. И переформируемся. Потому что обсуждать здесь, по сути, нечего. Да, все просто было в одну калитку. Ну, так получилось. Ну, реально, так получилось. Пик был замечательный у команды FN. Тут не поспоришь. Ну, и серия ошибок, безусловно, от команды Vega. Повлияли на результат. Оставайтесь с нами. Далеко не расходитесь. Минут через пять вернемся со второй игрой.